всем привет с вами наталья мишина как обещала я показываю вам сегодня как нарисовать пейзаж с речкой следочком таким тонким вот только она замерзла и закатное небо видео немножко искажает цвет я сняла просто камерой фотографии сейчас смотрю на видео немножко все контрастнее смотрится чем получается в реальности то есть это посты и цвета такие все-таки немножко более мягкие так значит что нам нужно карандаши я взяла значит derwent темно-фиолетовый светло-розовый светло-светло-желтый это мне нужно будет для неба и для речки значит мелкие сейчас я попробую прям все сразу вам показать так вот значит оттенки светло-светло-желтые белые светло-розовые желтые такие вот кремовые для верха неба зла голубенький такой бирюзовый оттенок и дальше идет ультрамарин фиолетовый и 2 нет вернее 3 даже три темно-фиолетовых таких вот вот этот вот у нас нижний вот этот вот этот самый-самый темный будет прям почти черный это темно-фиолетовый это чуть-чуть посветлее потом ластик клячка нам нужен клячку обязательно перемеется чтобы она была такая рабочая не сухая и лист серой бумаги у меня бумага конца светло-серого цвета так сейчас я очерчу примерно где у меня граница видео проходит то что я показывал это на полном листе было нарисовано первое что мы делаем это берем темно-фиолетовый карандаш и намечаем где у нас будет граница реки немножко конечно нету тесновато будет длинный формат получился так наверное я чуть-чуть отодвинул чтобы прибавить место чтобы побольше вверху было видно то очень мелко так значит дальше двигаемся но тут в принципе ничего сложного да вот мы нашли где будет река здесь и тут в такую вот смелую линию берега отмечаем здесь я буду немножко поменьше вставать чтобы у меня все не стелс значит это вот линия бережок это линия лесок там дальше темненький и у нас тут два вернее три больших дерева одно дерево вот здесь у нас и два дерева дальше получается масса здесь какие-то кустики вот это основное чтобы нам все это быстро нарисовать мы будем использовать такой экспресс-метод берем сначала светло-желтый мелок и намечаем где у нас будут точки точки которые мы здесь то есть основные вот эти вот большие большие масса облаков не мелкие я повторяю все большие так примерно вот здесь я начинаю закрывать светло-желтенькие вот эти тут самое такое на светлое место будет самое самое я закрываю немного добавляю туда желтого желтого розового то есть вот смешение светлого такого это не белый мелок у меня был светло-желтый можете также добавлять туда оранжевые такие вот оттенки вот этот гамма вполне понятно да что мы здесь делаем закатные цвета и вот эти маленькие точки мы пока не рисуем пусть не закрываем всю поверхность пока цветами неба может там яркости добавить если хотите так ну вот у меня смотрю что я рисую что у меня видео дает более желто реальности не там больше сейчас я попробую выключить лампу посмотрим что-то изменится как тут цветопередача мне пока не очень нравится что выходит делать уже с учетом того что мы видим так значит вверху тут у меня пастылька симпатичный туда наношу и чтобы создать переход между вот этим вот желтым и желто-оранжевым и светло-желтый мелок используем наношу и все это затираю там где у нас облака прям более старательно затирают и чтоб мягкие края получились то есть вот это вот линия что у меня вот здесь вот да вот она должна у нас уйти в том линии быть принципе потом не должно если недавно достаточно тонны то добавляю добавляют затираю теперь со светлым внизу давайте разбираться динамика нам тут не нужно поэтому все так спокойненько спокойненько если надо мы потом еще добавим цветности смотрим вниз у нас вот это вот освещённая часть пойдет и внизу отражение так обращайте внимание на то что я вот рисую острые углы вот здесь не растягивайте вообще речку рисовать в перспективе многие любят но не все умеют это уже относится курсу рисунок совсем об этом говорю так тоже нужно это немножко затереть ну теперь вот суть того что мы делаем в принципе тут понимаете что у нас лист серенький и мы постараемся с вами максимально использовать именно тон бумаги то есть вот прям наша задача минимум средств вот я чуть-чуть кладу фиолетовые сюда чуть-чуть совсем это же его максимально растирают бумагу я взяла не шершавой стороной а такой гладкой выберите той страны которую вам удобно и растирают салфеткой потому что пальцы мне помогают сохранить пигмент а здесь мне нужно нужно его разнести как можно мягче так теперь на фиолетового должны добавить это светло фиолетовая цена я буду растирать сегодня все салфеткой каких приспособлений больше не буду использовать кроме как пальцы салфетка теперь облака у нас там много маленьких облаков и того чтобы их сделать я возьму клячку и их вытру вытерла я облака пластиком клячкой и теперь в них можно уже добавить и цвета можно добавить розового формат маленький поэтому очень много я не буду добавлять если вы будете делать на большом формате можно более детально все это работать на маленьком просто я вам показываю ход работы в целом когда вы уже сами будете доводить все это и все время растираем чтобы облака у нас такие пушистые получились потом розовые немножко отсюда мы должны пустить поскольку он светится через деревья ну до оттенка я комбинирую темнее посетили так и вот здесь у нас дерево тоже там через дерево светится светлое темное солнце светит снизу да у нас поэтому облака подсвечиваются тоже с ним лес лес я делала таким темно-фиолетовым мелком на бумаге он кажется почему-то темнее чем на видео он кажется темнее чем вот я сделала что прощайте на это внимание дальше у нас бережок то есть все это против света это темный синий можно сделать темно-синий с фиолетовым дальше я темно-фиолетовым мягким мелком очень мягким намечаю вот эту темную воду здесь и немножко этого темненького уйца на выпуска теперь беру салфетку и втираю и втираю его вот такими движениями немного фиолетового там где у меня лишние ну как бы я растерла немножко больше чем надо убираю клячкой фиолетовый тоже втираю туда но втираю не сплошной вот такой вот линии а использую салфетку как вот растирку у меня салфетка сейчас выполняет функцию кисть вот это вещество что тут у меня лишнее сняла и пускаю кроны деревьев кроны деревьев намечаю карандашом карандашом темно-фиолетовым стараюсь вот эти вот максимально поймать эти вот такие шары да ветки образуют такие выходы обязательно смотрю где тут ствол у меня будет где второй ствол до конца может быть не прорисует все я вам показываю принцип с работы сколько вы потратите времени сколько вы детали это нарисовать это уже будет от вас зависеть это можно линейно себе помочь главное когда вы будете рисовать дерево чтобы не убрать вот это вот розовое чтобы розовое светилось самые тонкие ветки мы не рисуем только толстые вот а тонкие намечаем вот так и можем их еще растереть здесь за деревом у нас темнее то есть мы на карандаш можем больше нажать меньше нажать да чтобы нужный тон у нас получился то здесь за деревом темнее там что-то растет просто отштриховываем размазываем тут поконтрастно делаем этот лесочек можно еще карандашиком наметить здесь деревья после того как вот это сделали смотрим около деревьев более темные синий таки или мелком или карандашиком я подключил еще темно-синий карандаш деревянд потому что ну вот если маленькое изображение то прям тяжело все сделать мелками хочется немножко точнее так тут у нас тоже два дерева деревья должны у нас силуэтом смотреться поэтому добавляем тон и тоже бережем вот чтобы там светилась розовенькая если у нас у вас она ушла то вам просто потом придется немножко мелком там его добавить то есть если вы увлеклись дерево прям нарисовали очень ярко-ярко все заштриховали потом добавьте так это у нас одна и высокое дерево когда рисуете деревья смотрите выше ниже чтобы они у вас не были одинаковыми наклон толщину где ветки начинаются это как будто и заточивайте карандаш вот у меня он уже затупился мне уже неудобно рисовать их деревья то есть хочется уже ну для кронта нормально а вот там где веточки стволы хочется уже его подзаточить здесь у нас кусты какие-то то есть кусты прямо вопщенно штрихуем вопщенно и все растираем чтобы получилось так более мягенько пушистенько если мы все будем делать очень резко то у нас вот этого настроения не будет все таки так ну когда восходы закаты да какая-то вот в природе благодать присутствует вот это вот благодать нам надо нарисовать максимально оставляем тон бумаги вот на это я ваше внимание еще обращаю то есть очень много не штрихуйте очень много не заполняйте тоном пускай бумага светится где-то вот здесь даже вот может быть ну вот точки да вот чуть-чуть я совсем добавила фиолетового остальное тон бумаги так ну тут я конечно намазала это надо будет брать но с деревьями в принципе все понятно это вот остальное это вот просто доработка доработка и доработка где-то светлее тоже вот эти вот выступы да как они там идут в целом вот по краям делаете темнее там где тонкие ветки где ну как бы скопление веток вот и внутри тоже смотрите вот как бы такие дыры нельзя оставлять да то есть тоже там где-то что-то надо будет заштриховать но сохранив обязательно розовый бережок смотрите я фактически одним карандашом и там и там работаю но можно добавить потом сюда какие-то оттенки конечно сюда можно добавить оттенки но что обращаем внимание обязательно бережок подчеркиваем темные линии где-то она толще где-то тоньше она не должна быть прям идеально у вас ровная прямая то есть это у нас не чертежная работа где-то там может быть больше где-то меньше чтобы линия была живая где-то там какая-то растительность пошла ну максимально максимально живенько старайтесь это все делать вот сюда здесь вот солнце меньше проходит поэтому сюда фиолетово еще обязательно так и спускаемся ниже карандаш беленький желтенький вот там где у нас был свет на небе в зеркальном отражении мы делаем его и внизу я делаю карандашом и так чтобы у меня немножко было слабее тон чем вот там ну то есть немножко темнее чем вот здесь то есть стрихую вот в горизонтальном направлении добавляю розовых довольно светлые у меня тона поэтому потом я еще мелками пройдусь но сначала вот наберу вот этот тон карандашом вот видите карандашом я немножко вот туда вот как бы вот в теневые части захожу карандашом проще контролировать рисунок вот так ну и где-то карандашиком вот это вот тоже вот эти зигзаги какие-то там да такие сполохи здесь кстати у нас вот тоже я немножко неправильно нарисовала здесь вот у нас тоже светлая будет здесь вот там деревья отражаются вот эти вот два тоже можно это показать вот так ну розовый на моем видео почти не виден к сожалению такой сегодня день у нас пасмурный лампа меня не спасает и свет меня не спасает какой-то желтый уходит даже переключила я лампу на холодный свет совсем не то что я рисую тут я вижу все розовое а на видео я вижу все желтое значит на это вот обращайте внимание когда будете делать то есть у меня в оригинале розового намного больше сейчас я прямо сюда его еще активно добавлю вот уже по карандашу наношу мелко тоже вот движение у меня по горизонтали края можно чуть-чуть стушевать еще немножко вот сюда добавить фиолетового и салфеточка опять все вот эти свои движения чтобы был мягкий ледок я все растираю салфеткой причем нажимаю довольно жестко чтобы у меня все затерлось вот эта линия нам темная здесь не нужно будет ее можно то есть это линия рисунка ее можно будет стереть и стеркой смотрите вот то что светлое вот здесь вот то что затерлась на у нас вот это вот как вот на облака стирали так вот эти вот просветы на льду тоже мы прям до бумаги прям до бумаги тоже стараюсь вот или зигзаг я делаю или горизонтально горизонтально держу стерку то что я делаю можно конечно было мелком поправить но стерка она в принципе поскольку нам вот максимально надо оставить тон бумаги она очень хорошо тут работает линейно подрисовываю детали вниз спускаю немножко сиреневого немножко голубого более светлые тона чем здесь полностью вот этот край где у нас снег не отрабатываю чуть-чуть темного сюда там где меньше солнца мы темные добавляем и все это опять салфеточкой смягчаю здесь я круговыми движениями это делаю здесь мне нужны были линии я работала как кистью вот так а здесь я просто затираю и после того как затерла еще можно добавить тона и уже его поменьше затирать пальцем допустим чтобы он такой чтобы видно был короче кусок оставляю прямо бумагой вот здесь у нас фактически бумагой остается вот эти тучи вот этот кусок и вот этот кусок практически мы их не штриху теперь нам надо добавить светлого светлые блики вот сюда я беру светло-светло-желтый мелок почти белый как блики вот на каких-то предметах мы делаем так и здесь чуть-чуть совсем чтобы оно у нас блестело и розовенького тоже таким же образом вот где-то здесь вот добавляю карандаш у меня был такой более приглушенный тон давал мелки дают более яркий тон так дальше на первом плане вот растительность не конкретно каждый рисуем кустик до примерно 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 какой-то шуру-буру такой короче чем дальше тем меньше всего этого мы видим где-то просто в линии уходит чуть-чуть беленького я снежок короче насыпаем там где нам хочется но смотрите я не белым делаю а голубым то есть фактически в этой работе я белый почти не использовал все его приготовила но это может быть один вот один два штриха не больше больше белого у меня не будет что блеск просто передать ну и сейчас вот на этом этапе что можно еще темно-синий карандаш взять и поскольку первый план где-то можно дать какие-то темные рисунки какие-то тоже не конкретно ни в коем случае конкретно не вырисовывайте кусты там еще что-то теплый тон можно сюда дать да можно чуть-чуть чуть-чуть совсем поскольку вот у нас идет свет и сюда да то есть где-то здесь вот это розовые сполохи вполне могут присутствовать растираем салфетка чтобы максимально мягко все это было если с кустами немножко перебрали тоже прям салфеточка их нужно чуть-чуть потыкать прямо пошлюпать и они станут мягче вот примерно что я вам хотела рассказать рисуйте ставьте свои работы обязательно ссылочку на студию вставляете референс я прикрепляю видео можно будет посмотреть захотелось мне немножко синенького сюда добавить ну как тут немножко скучновато смотрится может каждая работа она живет как бы своей жизнью то есть вот тот оригинал который я делала на 1 но это одна была работа это немножко другая то есть но где-то там я что-то по-другому сделала тем более это видео быстро показываешь тут немножко по-другому конечно получается еще такой нюанс вот как нарисовать вот этот лес смотрите карандаш берете вот так и вот таким вот образом чтобы это именно не гора была там какая-то да именно лесок то есть где-то если вы карандашом прямо показываете деревья не вырисовывайте каждое дерево просто вот изменяете линию спасибо вам за внимание благодарю вас за нарисованные работы спасибо за внимание можно в